Итак, дорогие друзья, добрый день, добрый солнечный осенний день. И мы с вами давно не встречались, дорогие лидеры, консультанты от компании «Фаберлик». У вас накопились наверняка вопросы, но у нас для вас накопились новые продукты, новинки, о которых я хочу сегодня рассказать. Итак, сначала давайте проверим качество связи. Ставьте в чате плюсики, если вы меня хорошо видите и слышите. И дальше мы продолжим. Итак, плюсики, ждем от вас обратной реакции. Прекрасно. Все на связи. Начинаем. Основная тема вебинара – новая серия «Лав». Серия, которая, в общем, и требует перевода. Даже те, кто не знает английского языка, прекрасно понимают значение этого слова «Лав» – любовь. И на цифровом форуме об этой серии мы с вами уже немного говорили, но поскольку она появится достаточно быстро, в октябре, в 16-м каталоге, и каталог 16-й компании, давайте сегодня поговорим несколько подробнее о серии «Лав». Итак, о любви к овечке. Что же нас вдохновило на ее создание? А наступает второй месяц осени. Золотая осень сменяется серостью, становится холодно. И нам хотелось бы предложить вам нечто уютное, мягкое, теплое, которое поднимет вам настроение, которое улучшит вам, которое будет вас окутывать теплом, как теплый плед. Итак, серия «Лав». Давайте посмотрим на нашу прекрасную овечку. Овечка нам подсказала это решение. Уход должен быть эффективным, и это тоже овечка. Ее шесть сохраняет тепло, даже когда на улице очень холодно и идут дожди. Шесть практически не намокает. И почему? Благодаря совершенно уникальному компоненту – ланолин. Он стал героем и градиентом нашей серии. Первая буква в серии «Лав» означает ланолин. Сокращённая буква «Л» – ланолин. Ну и дальше «Ов» – это от овечки. Всё вместе – любовь. Любовь – ланолин овечки. Получилось, по-моему, неплохо. «Лав» прекрасно звучит. Ну и думаю, что вы слышали слово «ланолин» и, возможно, знаете, встречались с ним. Но, вероятно, не очень понимаете, с чего он состоит. Если подробнее посмотреть на состав ланолина, это композиция жироподобных веществ, таких липидоподобных веществ, которые покрывают шерсть овечек. Люди давно обратили внимание на то, что овечка очень… У стреголей, пастухов, овечек стад, овечек стад, как это правильно говорить, я не знаю. Но, тем не менее, те, кто пасут овечек, у них всегда очень мягкая кожа рук. А те, кто стрегут овечек, прекрасным образом удивляют тем, что у них кожа настолько мягкая, что никогда не сохнет даже при очень холодной погоде и при постоянном мытье рук. Это наблюдение позволило сделать вывод, что трогать шерсть овечек – это очень полезно для кожи. Ну, а есть сведения о том, что в древнем коллегии Греции считалось, что для смягчения кожи и увлажнения кожи рук нужно гладить овечек, нужно натирать кожу остреженной шерстью овечек. И использование ланолина тоже подтверждил письменно греческий целитель. Он включил свою энциклопедию лекарственных ингредиентов. И случилось это аж в первые веки нашей эры. Представляете, это было давно. И посмотрите на косметическую вазу в форме овечки. Прекрасно. Случайно? Думаю, что нет. Потому что первый крем, который был создан аж сто лет назад, главный герой и главный ингредиент этого крема тоже был ланолин. То есть в составе ланолин, из кремов ланолин используется уже очень давно. Но и сейчас, до сих пор, спустя сто лет, ланолин по-прежнему один из самых важных ключевых ингредиентов кремов. И фактически сейчас мы о ланолине знаем несколько больше. Ланолин получил свое название от латинских слов «лана» – шерсть и «олиум масло». Но при этом состав ланолина очень сложный. Его невозможно воспроизвести в лаборатории. Невозможно синтезировать совершенно никак. Потому что в составе его от 8 до 20 ингредиентов, это лепидоподобные вещества, которые очень похожи на символ кожи, то есть на кожный жир. Причем состав этого самого замечательного ланолина, он меняется. Меняется в связи от места, где живут овечки, чем они питаются, меняется от климата и так далее, образа жизни наших замечательных овечек. Нам хотелось, конечно, предложить вам самый экологичный вариант. И поэтому самый чистый ланолин, который мы используем в наших препаратах. Поэтому наши замечательные овечки живут в Австралии, в Новой Зеландии. И едят самую чистую на свете траву. В этих странах поддержка экологии – это самый важный принцип развития жизни и соблюдения экологического статуса. Ланолин, как его получают? Его смывают со стриженной шерсти. Множество раз очищают. И мы знаем, что очень важно, вы хотите знать, вредит ли это овечкам или не вредит ли это овечкам. Не вредит. Даже очень полезно. Овечек положено стричь два раза в год, для того, чтобы им не было жарко. А уже потом со стриженной шерстью получают сильнейшее сырье. Это и сам ланолин, и, соответственно, шерсть, которую применяют далее. Ну и как ланолин действует на кожу? Вот посмотрите на эти квадратики. Розовые – это клетки кожи, желтые – это тот самый кожный жир, который играет роль специфического цемента. И, как я сказала, по составу ланолина родственным липидом кожи. Его компоненты способны встраиваться в этот кожный жировой цемент, который обволакивает роговые клетки эпидермиса. И, прежде всего, защищает его от попадания бактерий, вирусов, аллергенов. И, самое главное, удерживает влагу внутри кожи, запечатывая ее буквально и давая влаге преждевременно испаряться. И, кроме всего прочего, если к ланолину добавить воду, он ее прекрасно впитает. И оказывается, что ланолин способен удержать воды в два раза больше, чем весит сам. Поэтому создает резервную, резерв воды на поверхности кожи и в глубоких ее слоях. Это очень важно для сохранения эластичности кожи, ее мягкости и здорового уровня увлажненности. Ланолин проверяли множество раз. Но, коли его используют более 100 лет, то уже не имеет смысла проверять его на эффективность. Мы и так знаем, что он прекрасным образом смягчает самую грубую кожу. Что он уменьшает шелушение, он ускоряет регенерацию, заживление мелких ранок и порезов, усиливает обновление кожи, сохраняет гидрокипидную мантию. И действует на кожу достаточно долго. В 8 часов кожа будет наслаждаться прикосновением ланолина. Ну а далее ланолин универсален. Универсален еще и потому, что его можно использовать не только в продуктах для кожи. Его применяют в продуктах для волос. И это замечательно. Итак, ищите их в каталоге номер 16. И давайте посмотрим на эти средства повнимательнее. Уход за кожей. Кремы для лица. Прежде всего, крем для лица – это увлажнение. Он более легкий, более мягкий. Совершенно универсальный. Подходит для утра и вечера. Крем для лица питания более плотный. И, в общем-то, составы достаточно плески. И отличаются они лишь соотношением масел. А в составе этих продуктов есть еще очень интересные масла. Прежде всего, это масло макадамии. Надо сказать, что родом он тоже из Австралии. И макадамия до сих пор самое дорогое масло, косметическое. Его называют легкое масло, которое беспрепятственно проникает в глубокие слои кожи. По составу богато универсальными жировыми компонентами, которые очень похожи на сему молодой кожи. То есть на жировые компоненты, которые содержатся именно в молодой коже. Его называют еще растительным маслом норме. Фактически масло макадамии изменяет несколько состав вашего кожного жира и делает его похожим больше на кожный жир молодой кожи. Тем самым, благодаря способности умолаживать кожу. Но, по всему прочему, масло макадамии еще и рекомендую для восстановления кожи защитить ее от ветра и прохлады. Оно вам поможет вместе с аналином защититься от холода и ветра и резких перепадов температуры. Другое масло – масло ши. Надо сказать, что тоже достаточно редкое масло. И состав его абсолютно уникален. Его невозможно тоже создать в лаборатории, потому что состав этого масла до конца даже невозможно воспроизвести. Ветка дерева, масло ши или паритет растет в очень узкой зоне в Африке и получает его совершенно вручную. Масло ши, как и ланолин, еще раз повторяю, невозможно воспроизвести. Масло способно замедлить старение и улучшить защитные свойства кожи. Кроме прочего, в Африке масло ши используют просто, натирая кожу африканки, натирая кожу маслом ши для того, чтобы хранить ее молодость и эластичность. Еще защитить от солнца. Ну и далее три крема для рук. Улажнение, питание, восстановление. Крем для рук защита. То есть, ну еще и мыло, которое мы вам тоже предложим. В составе этих препаратов есть несколько тоже замечательных масел. Ну, те же самые масла ши и маканами, о которых я вам уже успела рассказать. Масло подсолнечника. Оно уникально тем, что тоже содержит группу жиростваренных витаминов, в частности, витамин А, который достаточно веков встречается в маслах. Ну, что он делает? Он будет тоже способствовать регенерации кожи, питать ее дополнительно. Контенол – это витамин В5, который будет способствовать заживлению мелких порезов, ранок на коже. Ну, и устанавливать в ее структуру и поверхность. Ну, и кожу рук нужно увлажнять. Мы об этом помним. Особенно сейчас, после бесконечного ношения крючаток, кожа рук ужасно устала. Поэтому есть активный ингредиент, который называется гидрованс, увлажняющий кожу. Итак, встречайте три крема для рук, которые увлажнят, защитят вашу кожу. Ну, естественно, будут ее питать. Мы не забыли еще и о ногах. По вашим просьбам, кстати, программа для рук, я не могу забыла, один из кремов мы сделали без отдушки. И вас удивит его приятный аромат. Это так пахнет масло ши, макадамии и ланолина вместе взятые. Это его жировая основа. Ножки. Мы о них тоже позаботились. И практически создали для вас два совершенно универсальных средства. Питание и смягчение. И крем для ног и снятия усталости. В креме питания есть карбамид. Три процента. Это достаточно, чтобы размягчить самые плотные роговевшие участки. Пяточки, мозоли и так далее. Ну, и крем для снятия усталости обладает легким увлажняющим, легким охлаждающим эффектом. Он будет способствовать стимуляции кровоснабжения и снимать усталость после напряженного дня. Ну, а ланолин и ухаживающие масла смягчат кожу, помогут устранить шелушение и сухость. Это важно. Ноги... Это... Так чувствуют себя ваши ноги, так чувствуете себя вы. Помните об этом. Не забывайте. О ногах заботиться тоже. Итак, теперь мы должны с вами разобраться с волосами. Ланолин полезен для волос. Почему? Во-первых, для того, чтобы волосы имели шелковистую структуру, мягкость и эластичность, они тоже покрыты между чешуйками, липидной основой, которая тоже будет помогать волосам сохранять свою структуру. А ланолин здесь будет как раз очень полезен. Полезен для волос. Придаст блеск, насытит силы, бережно будет ухаживать за волосами, будет делать их мягкими, гладкими, живыми и послушными. Но самое главное будет предотвращать пересушивание волос. Вы спокойно можете сушить волосы феном, красить волосы. Это не будет им вредить, если вы будете пользоваться средствами с ланолином, нашей милой, замечательной овечкой. Итак, обратите внимание, мы сделали шампунь большего объема. Это тоже очень важно. Это было решение, которое… Это было ваше решение, которое пришло к нам из обратной связи. И важно то, что шампунь можно использовать и маленьким деткам, начиная с 4-х лет. Он тоже будет бережно ухаживать за их нежными детскими волосами. Кстати, за кожей головы эти шампуни тоже ухаживают. Поэтому не пропустите важный момент любви к своей коже. «Лав» вместе с нашей овечкой. Милый и чудесный. Который тоже будет о вас заботиться. Встречайте все в каталоге 16-м, буквально через 2 недели. Все поступит в продажу. Наслаждайтесь любовью. Еще немножечко новостей. У нас есть обновленная серия «Эксперт Себа Баланс». Хочу воспользоваться случаем, напомнить вам о ней. Во-первых, серия «Себа Баланс» мы создавали ее для более зрелой, более взрослой кожи. Вещества, которые есть в составе, фактически имитируют профессиональные продукты, которые используют в салоне красоты для работы со зрелой кожей, которые, к тому же, обладают способностью избыточно продуцировать кожное сало. Мы всегда полагали, что жирная кожа это исключительно удел молодых. Нет. Примерно 20% взрослых дам сохраняют жирную кожу до глубокой старости практически. И более того, появляются дополнительные проблемы, которые нужно решать. Итак, было много сообщений в обратной связи с просьбой вернуть серию. И вот она снова с вами. Это не полное повторение прошлой серии, это ее улучшенный вариант. И очень важно, мы поработали над составами, и кое-что пришлось изменить, поскольку изменилось законодательство косметическое, и в итоге вы получаете новую, эффективную, обновленную серию. Напомню, что серия разработана для женщин, еще раз напоминаю, у которых есть проблемы жирности кожи, но в более старшем возрасте. Осипа баланс будет решать две главные проблемы. Регулировать образование кожного сала и уменьшать размер пор. Кстати, в старости, нехорошее слово в старости, в зрелости, кожа немножечко теряет эластичность, и вот эти самые поры, которые становятся вдруг неожиданно более заметными. В молодости, раз пора была в виде пулечка, вот так. А с возрастом ее стенки поры стали ослабевать, и она стала вот таким мешочком. Поэтому, к сожалению, мы видим зияющие поры на поверхности кожи, и невозможно их сократить. Как работают наши препараты? Ролинг-гель для очищения пор в составе целлюлоза и порошок бамбука. Обращаю ваше внимание, что этот ролинг-гель несколько изменился. Был другой препарат немножечко, но мы его подработали. Практически нанесение препарата приведет к механическому отшелушиванию с помощью целлюлоза и порошка бамбука отмерших клеток с поверхности кожи. И, кроме прочего, механическое отшелушивание – это еще дополнительный массаж, который будет увеличивать скорость кровотока и придавать коже упругость. Наша задача – снять слой ороговевших клеток, которые уже не играют никакой роли, и главная задача – покинуть поверхность кожи. Ну а далее маска для глубокого очищения. В составе ее зеленая глинина, оксид цинта, планктон и лакрица. Что будет делать эта маска? Маска будет фактически растворять содержимое кор и дополнительно убирать отмершие ороговевшие клетки. Кроме всего прочего, в составе есть вещества типа оксида цинта, которые будут подсушивать воспалительные элементы и эмунировать активность сайных желез. Но это еще не все. Эта маска будет еще осветлять поверхность кожи, уменьшать яркость пигментных пятен, которые с возрастом начинают обнаруживаться на поверхности кожи. Итак, следующий препарат – крем для сужения вор. У него состав остался практически прежним. В составе есть экстракт карликовой пальмы серено. В составе эта пальма способна регулировать активность сайных желез, блокируя фактически рецепторы на поверхность сайных желез, которые чувствительны к половым гормонам. Собственно, тестостерон, который есть тоже в небольшом количестве в крови у женщин, цепляется к этим рецепторам и начинает сайные железа разрастаться, увеличиваться в размерах, а с кожной сыгом извергаться на поверхность кожи, придавая ей сальный блеск. И очень эстетично. Вот эта замечательная пальма прекрасным образом с этим справляется. Далее японская роза. Если вы посмотрите на свои поры в увеличительном зеркале, вы увидите, что вокруг поры есть еще такая, как крышечка колодца, такое роговевшее наслоение, которое мешает этой поле сократиться. И фактически японская роза замечательным образом убирает вот эту крышку у колодца, и пора начинает схлопываться и сокращаться. Кроме всего прочего, эта японская роза не предотвратит дальнейшее нарастание роговевших клеток на вокруг устья поры, и фактически вы постепенно, регулярно применяя этот крем для сужения пор, избавитесь от этой проблемы. Ревев кожа станет гладким, абсолютно ровным, поры незаметными, а кожа прекрасная и сияющая, но не сияющая с сальным блеском, а исключительно изнутри, здоровьем и эластичностью, прекрасным цветом лица. Итак, серия «Эксперт», «Себобаланс», обновленная серия для борьбы с избыточной жирностью кожи. Вопросы от слушателей. Можно ли использовать «Себобаланс» мужчинам? Конечно. Конечно. Более того, очень даже полезен мужчинам крем «Себобаланс» с любого абсолютного возраста. А если есть склонность к жирности кожи и брошен волосам, то есть представители, у кого очень обильно растет щетин, это крем спасет от вросших волос. Вся эта серия, точнее, целиком. Мужчины, не забывайте, ухаживать за своей кожей это тоже очень важно. Итак, наступило время вопросов, и я готова на них отвечать. Со стольки нет, можно использовать серию. Но с любого абсолютного возраста здесь нет ничего такого гормонально активного, поэтому можно использовать, начиная с 15-16 лет. Но обращаю ваше внимание, что серия отлично, лучше всего работает на зелой коже, начиная с 30-ти и далее. А, серия про лав, да. Со стольки нет, можно использовать серию лав, боже мой, ее можно использовать с любого возраста, начиная с 20 лет, как только вы начинаете регулярно применять косметику в любой момент. А кремы для рук можете и деткам применять, а не особенно тот, который без запаха. Может ли вызвать энергию овечка? Никогда. Луновин очищен настолько, что там ни одного аллергена нет в составе. Если у вас нет какой-то индивидуальной чувствительности к обдушкам или таким-то иным компонентам, мы с таким не встречались. Заменяют ли дополнительную серию с аквафтемом или легендарной кислородом? Ну, я бы сочетала эти серии? Нет, конечно. Овечка – это нежный, эмоциональный уход, мягкий, который мы рекомендуем как раз в прохладное время года. А аквафтемом можете применять вместе с овечкой. Прекрасным образом используйте его. Тем более, что он содержится у нас в овечке тоже, кстати, кроме шампуня. Дальше. Все, вопросы закончились. Да, все пропало написано в чате. Итак, дорогие друзья, я готова ответить на ваши вопросы в обратной связи. Если вы… Мы сохраним, естественно, эфир на нашем сайте. Вы можете еще раз все прослушать внимательно и посмотреть. Если у вас есть вопросы, мы ответим. Ответим в обратной связи. Мы всегда готовы с вами обсуждать все детали активных наших препаратов. Итак, еще раз с любовью к нашей коже. Пользуйтесь, наслаждайтесь и получайте удовольствие. Всем хорошего дня. Благодарю за внимание. И до следующих встреч. Они у нас теперь будут всегда регулярно. И до следующих встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.